Добрый вечер. Рады всех приветствовать в пространстве точки кипения Промтех Дизайн. Сегодня у нас будет проходить лекция на тему цифровые технологии в дизайне костюма. Спикер из сегодняшнего мероприятия Тимофеева Рима, доцент кафедры истории и теории искусства Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Кандидат искусствоведения. И Пацукевич Ангелина, ассистент кафедры дизайна и рекламы Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Добрый вечер. В первую очередь мы бы хотели поблагодарить организаторов за предоставленную возможность. Это очень приятно, тем более, что тема, о которой сегодня будет идти речь, она достаточно актуальна для современного искусства, и для современной науки, и для современного дизайна. Наше сообщение мы поделили на две части. Сначала первая, более краткая вводная часть, будет в целом посвящена такому явлению, как science art. И вторая часть, она будет посвящена уже непосредственно использованию цифровых технологий в дизайне костюма. И первую часть буду представлять я, поэтому сейчас мы с вами кратко поговорим об основных понятиях о том, что же такое science art. Здесь можно вспомнить о том, что современное общество, благодаря тем актуальным тенденциям, которые его характеризуют, с одной стороны перемещается во многом в такой цифровой мир, в виртуальный мир, и с другой стороны это предполагает еще большую ценность таких простых человеческих качеств, то есть то, что в широком смысле можно определить как гуманизм, такая гуманистическая составляющая. И вот мы бы хотели, чтобы сегодня эта тема, она немножко прошла такой ключевой нитью через наше выступление. Science art — это область современного искусства, которая находится на стыке художественного и научного, то есть творческого и технологического. Нужно сказать о том, что современные произведения научного искусства имеют под собой глубокую исследовательскую базу и опираются на достижения ученых в разных дисциплинах, не только гуманитарных, а также и в технических, то есть естественной науке здесь тоже имеют очень большую роль. И основная задача вот этого направления — это, конечно, воздействие на эмоции, это возможность не только познать, но и почувствовать науку. Можно сказать о том, что science art — это определенный художественный способ презентации научных данных, изобретений, которые приобретают в этой презентации эстетическую ценность. Эстетика — это наука о прекрасном, то есть предполагается акцент на такую эмоциональную сферу плюс акцент на понятие разумного, доброго, вечного, то, что характерно для классического искусства. То есть science art — это направление, которое находится на стыке и научного, и интуитивного познания. То есть две сферы — эмоции и рациональное восприятие, они тоже здесь задействованы. Нужно сказать, что данная область актуальна для разных направлений, то есть она актуальна и для ученых, и для художников, и для реставраторов, и для кураторов, потому что в рамках science art затрагиваются самые разные сферы. От вопроса, чем, например, занимаются химики в музее, до вопроса, как понимать произведения искусства, которые создаются с использованием робототехники, IT и биомедицины. В первую очередь следует сказать несколько слов об истории взаимодействия науки и искусства, которая начинается уже на самых ранних этапах художественного творчества. Здесь первый аспект, который мы рассматриваем, — это познавательная направленность искусства. Самой яркой эпохой, наверное, которая продемонстрировала вот эту взаимосвязь, если рассматривать историческую перспективу, является, конечно, эпоха Возрождения, эпоха Ренессанса, которая имела именно такую направленность, то есть предполагала взаимодействие эстетической составляющей и научного познания окружающей действительности. В качестве примера мы можем рассмотреть несколько изображений, которые представлены перед вами на экране. Например, как можно сходить геометрических построений в действии. Нужно сказать, что современники, рассматривая произведения Паула Учелло, они его предупреждали, что увлечение сладостной перспективой тебя до добра не доведет, потому что часто его произведения, они становились просто иллюстрацией, в рамках которых он демонстрировал возможности. Прямой перспективы, которая получает именно очень большое назначение в эпоху Возрождения. Связано это было опять же с идеологией гуманизма, то есть когда человек становится в центр Вселенной, он и воспринимает мир и предметы через свои точки зрения. Отсюда и прямая перспектива, в отличие от традиций средневекового искусства, когда весь художественный строй произведения был направлен на то, чтобы включить человека в рамки изображенного пространства. Вот это сфера религиозного культового искусства, поэтому у нее есть свои законы и свои особенности. Второй пример, который показывает взаимодействие науки и искусства на такой наглядной иллюстрации, это работа той же эпохи, это период Возрождения, правда уже северного. И произведение, которое представлено перед вами, это гравюра Альбрехта Дюрера, выдающийся мастер, его деятельность связана и с Германией, и с Италией. И известно, что он проявлял себя в очень разных сферах, там разработка шрифтов и так далее, и так далее. И гравюра «Меланхолия», которая представлена перед вами, она показывает его и как математика, магический квадрат Дюрера, так называемый, который представлен в правом верхнем углу на картине, и налево мы его вынесли отдельно с числами. Это вот пример такой математической шарады своеобразной, потому что числа, которые представлены на этом квадрате, они везде и всюду составляют сумму в 34, по-моему, по горизонтали, по вертикали, по диагонали, и вот 4 квадратика соседние тоже это 34. То есть разные науки, не только геометрия, такие тоже были весьма популярны. Ну и третья сфера, которая характеризует вот эту познавательную направленность искусства в рамках ренессансной художественной культуры, это естественные взаимосвязи искусства и пластической анатомии, биологии, физиологии и так далее. Здесь пример, который вот для такого водного мероприятия, для водной лекции мы сочли возможным включить, это, естественно, титан возрождения Леонардо да Винчи, который внес большой вклад в изучение именно данных наук, при этом применял эти знания и в своей творческой практике. Он в своих теоретических рассуждениях сопоставляет человека с микрокосмом и сравнивает какие-то органы человека, функционирование систем человеческого тела с функционированием природы, например, скелет, горы, как вот две вещи, которые можно сопоставлять, или, например, дыхание и вот те циклы, которые характерны для мира, то есть разные науки, разные сферы, которые он интерпретировал в рамках своего творчества, создавая не только произведения искусства, не только создавая научные трактаты, которые он также и иллюстрировал, а также развивая и инженерную мысль. Можно вспомнить, что его достижения в фортификации, они, в общем-то, составили тоже основу для военно-инженерного искусства уже на современности. Перед вами наброски Леонардо, которые показывают его студии изучения человеческого тела. Для того периода, конца XV, начала XVI века, это было большое новаторство. И в целом, конечно, вот эти моменты, они также составляют основу современного научного искусства. И в качестве примера изображения, которые перед вами, это Мадонна со Святой Анной, и пластическая анатомия, и представление Леонардо об природе, об универсуме, они здесь находят очень яркое воплощение. Немножко пропуская так лихо несколько столетий, мы сразу обратимся уже к культуре и искусству XX века, потому что непосредственные предтечи сайенс-арт современного, они, конечно, коренятся в периоде начала XX столетия, XX-х годов, время авангардного искусства, время очень яркого такого расцвета и взлета технологий, науки и художественного творчества. В это время появляется теория относительности, представление о дискретном мире, представление, не знаю, всё, что угодно, квантовая, наверное, физика тоже. То есть явления, которые действительно определяют и современную науку. И искусство, оно откликается на это в рамках искусства абстракционизма или в рамках каких-то авангардных течений, к которым можно отнести аналитический реализм Павла Филонова. Советский художник, 20-е годы XX века, его произведения, они всегда вызывают большой восторг у зрителей, потому что, с одной стороны, когда мы смотрим, мы понимаем, что всё непонятно, с другой стороны, картина обладает очень большой силой эмоционального воздействия. Сам мастер говорил о том, что художник должен писать работы таким образом, чтобы даже если они находятся в музейной экспозиции оборотной стороной, проходя мимо них, человек должен был останавливаться. То есть вкладывался в них более глобальные смыслы и, как модно сейчас говорить, какая-то особенная энергетика. Поэтому представление о том, что мир можно анализировать не только с помощью науки, а представление о том, что мир можно анализировать и с помощью искусства, потому что искусство как сфера человеческой деятельности, оно тоже направлено на познание. Это очень хорошо отражено именно в произведениях данного периода. Можно сказать и о том, что не только изобразительное искусство, которое мы взяли в качестве иллюстрации, оно становится таким вот местом соприкосновения art and science. Музыкальная художественная культура тоже имеет свои истоки в рамках данного явления. В качестве примера тоже можно взять современника и автора 20-х годов 20-го века. Это Лев Термен, который является изобретателем такого очень интересного музыкального аппарата, музыкального инструмента, который по имени своего создателя и получил наименование Термен Вокс. Сам Лев Термен был физиком, работал с ИОФ, поэтому, создавая свой инструмент музыкальный, он использовал физические законы, вопросы волновой физики, колебаний радио и так далее. Соответственно, при этом интересно, что музыкальный инструмент реагировал тоже на человека. То есть вот эта гуманистическая составляющая и представление о том, что все-таки человек управляет и стремится как-то проникнуть в тайны природы, вот здесь это тоже находит свое воплощение. То есть, как видно на данной схеме, в зависимости от положения руки, вот этот вот Термен Вокс, он издает соответствующие звуки, определенной высоты, определенной частоты. И нужно сказать, что в рамках современного искусства тоже такой прием используется, делаются инсталляции, которые позволяют именно персонализировано через ваше приложение, именно вашего мобильного телефона, опираясь на подборку, скажем, иллюстраций, которые актуальны для вашей странички в социальной сети, тоже вот создавать определенные музыкальные композиции. Ну и если переходить уже к периоду второй половины XX века, здесь, конечно, предтечей и таким отцом-основателем science-art является Стелиус Аркадио, мастер, который перед вами, мастер-художник, исследователь, который является признанным гуру, мастером робо-арта. То есть вот этот момент какой-то сочетания именно науки, сочетания искусства, сочетания возможностей человеческого тела здесь находит такое яркое воплощение. Три его известнейших проекта – это третья рука, которая реагировала на импульсы, то есть он управлял ногами этой третьей рукой. Второй пример – это третье ухо, которое позволяло ему расширить возможности восприятия. И третий пример – это изображение, которое перед вами, – это экзоскелет. Тоже на основании статистического анализа данных, вот эта фигура, которая напоминает некоего паучка, она выполняла определенные движения, то есть таким образом мастер выражает свою концепцию. Нужно сказать, что художник этот достаточно популярный, очень много ездит с выступлениями и раскрывает именно свою концепцию. Следующий пример, который связан также с сочетанием науки и искусства – это Эдуардо Кац, автор, который в большей степени занимается особенностями генетики, то есть непосредственно изучает человеческое ДНК, изучает вот эти вот все схемы и применяет полученные знания в смежных дисциплинах. В данном случае перед вами его проект, который называется Эдуния. Это питунья, которая имеет вживленную информацию о геноме человека, то есть такой вот момент осознания себя, осознания человека как части универсума. То есть то, с чего мы начали, с эпохи Возрождения, о том, что человек – это макрокосм, это целый мир, который способен вместить в себя все, уже в XX веке и в XXI находят подтверждение в таких необычных проектах. То есть все-таки особенностью современного искусства, актуального искусства, концептуального становится попытка и возможность поставить глобальные вопросы, которые связаны с гуманизмом, которые связаны с пониманием места человека в мире, и вопросы экологии, то есть такие вот значимые проблемы современности. И в числе таких вопросов, которые имеют, конечно, очень значимый этический аспект, можно рассмотреть группу французских мастеров, французских художников, которые ставили вопрос и поднимали проблему об отношении к животным. В данном случае проект, который называется «Кентавр», это Марион Лаваль-Жанте, представитель, которая принимала инъекции, которые были связаны со стволовыми клетками и с моноглобулинами лошади, для того, чтобы привлечь внимание к тестированию разнообразных препаратов, разнообразных веществ на животных. То есть вот этот момент, который позволил автору прийти к выводу о том, что она стала более восприимчивая. То есть непонятно, как это будет реагировать в организме человека, непонятно, каким результатом это приведет. Но вот мастера, они, в общем-то, идут время от времени на такие жертвы для того, чтобы поставить вот эти вот значимые и актуальные вопросы современности. Ну и одной из сфер, одним из направлений, которые связаны с арт-сайенс, сайенс-арт, это, конечно, медиа, искусство и цифровые технологии. Вот, и здесь я уступаю место Ангелине. Вот, Ангелина будет вести речь как раз об этом сюжете. Здравствуйте. Я продолжу нашу тему, тему технологий и искусства. И начну я немножко сначала. Для того, чтобы более глубоко погрузиться в тему, хотелось бы затронуть некоторые термины, историю вопроса появления цифровых технологий. Что же такое цифровое или медиа искусство? Это современное искусство эпохи интернет. Оно включает широчайший спектр форматов и технологий. Цифровое искусство, компьютерную графику, анимацию, световое шоу, иммерсивные инсталляции, видеоигры, роботов с искусственным интеллектом и т.д. Для этого вида творчества сложно подобрать узкое определение. Это связано с тем, что понятие цифровое искусство с момента его появления несколько раз меняло свое название. Сегодня же его принято называть медиа искусством. История цифрового искусства или медиа искусства короткая, насчитывает примерно 30 лет. Столько же, сколько и компьютерная эпоха. Вот не случайно здесь мы видим на слайде данные кадры. Если смотреть ретроспективно, можно обозначить некоторые предшествующие явления. А именно, вы видите вращающиеся стеклянные пластины Марселя Дюшана и кинетические скульптуры Ласла Махоля Надя. Что же объединяет цифровое искусство с этими инсталляциями? Это одни из первых примеров, которые были предшественниками того, что мы наблюдаем сейчас. Собственно говоря, цифровые технологии сейчас достигли высокого уровня развития. Они открывают возможности для разного вида творчества, его восприятия. И об этих возможностях далее пойдет речь. Вы задумывались когда-нибудь, насколько велика роль устройства и технологий для человека современного, для человека 21 века? Ни для кого не секрет, что влияние цифровых технологий на повседневную жизнь прослеживается во многих сферах и даже отобразилось на психике человека. И сейчас вы видите перед собой картинку. Вот я хотела бы рассказать о таком явлении, как клиповое мышление, которое прослеживается у современного поколения. Оно проявляется во многозадачности и способности делать много дел одновременно. Слово «клип» в переводе с английского языка означает какой-либо фрагмент или отрывок из фильма или клипа. Клипы не несут в себе никакой смысловой нагрузки, они просто составлены из нескольких связанных между собой образов. Что же это для нас значит? Современный человек, для него очень важна высокая скорость смены разнообразной информации, короткие, яркие, выразительные образы, которые легко считываются. И такое положение вещей не обошло стороной и модную индустрию. Несколько десятилетий назад сложно было представить одежду, обладающую цифровыми функциями. Но уже сейчас в свободной продаже появляются предметы костюмов, в которые встроены датчики, сенсоры, позволяющие передавать звук, свет и коммуницировать с другими гаджетами. Такие предметы, предметы костюма называют носимая электроника или носимые технологии. Носимая электроника – это интеллектуальные электронные устройства. Они даже могут иметь в себе компьютер, могут иметь датчики. В общем-то, их очень много видов. И, конечно, они могут быть встроены в одежду и могут быть носимы на теле в качестве аксессуара. Данная тенденция прослеживается в потребительской электронике. Все вы наверняка знаете. Это умные часы, фитнес-браслеты и так далее. Это то, что все знают, к чему мы привыкли. Это все относится к носимым технологиям. Коротко подведу итог. Носимые технологии влияют на многие сферы жизни человека, в том числе на моду. Сейчас дизайнеры создают умную одежду, высокотехнологические ткани и применяются в различных интересных проектах. И коротко перейду к более детальной части уже касательно технологической стороны вопроса, как же носимая электроника, как же вот эти гаджеты могут быть встроены в одежду. Перед собой вы видите варианты электронного текстиля. И вот непосредственно на данном слайде пример светодиода, который может быть вшит, ввязан или каким-то образом встроен в текстиль. Конечно, затрагивая данную область, обязательно нужно рассказать про электронные ткани. Они, безусловно, помогли дизайнерам совершить прорыв в творчестве. И они несут в себе очень много разных функций. Они могут менять цвет, они могут играть разными цветами, они могут передавать даже настроение человека, считывать какие-то данные. Далее чуть более подробно расскажу про эти чудеса. Вот как раз-таки перед собой вы видите некоторые варианты электронного текстиля. Это примеры использования LED-технологии, примеры диодов, которые вшиты, плетены в нити. Ну, хочется еще обозначить данный термин. В принципе, что же такое электронный текстиль? Это вид текстиля, который содержит электронику, и, как я уже сказала ранее, даже небольшие компьютеры. Многие виды высокотехнологичной умной одежды, а также технологий, которые применяются при ее производстве, содержат электронный текстиль. Ну, и далее перейду уже к примерам. Перед собой вы видите примеры умного текстиля компании Foster Ronner. Очень интересные решения, которые могут быть вшиты, ввязаны, вплетены или встроены в текстильный рисунок. Они могут играть разными цветами, и, конечно же, они дополняют и картинку делают более интересной, более динамичной, не говоря уже про остальные функции. Вот еще один пример. Это пример костюма компании Diffuse Design, сделанная совместно с компанией Foster Ronner. Это климатическое платье. Под вышивкой дизайнеры спрятали микропроцессоры, которые могут реагировать на углекислый дым, и с помощью проводящих нитей передает полученные данные отдельно каждой лампочке. В результате на платье зажигаются разные узоры. Хочу отметить, что все эти детали вшиты вручную, каждая лампочка индивидуально вшивается. И еще, если вы заметите на правом слайде, видно микропроцессор. Еще один пример. Компания, которая пользуется LED-технологиями. Перед собой вы видите пример дизайнера Мэри Хуанг. Это коллекция, которая называется Prime & Reason. Также на данных примерах можно увидеть, насколько LED-технологии компактны и изящны. Рассматривая данную тему, нельзя не отметить таких удающихся дизайнеров, как Франческа Розелла и Хусейн Чалаян. Перед собой вы видите пример их творчества. На первом слайде вы видите галактическое платье, на втором – видеоплатье Мираж. Франческа Розелла выпустила свое платье Экран в 2004 году, Хусейн Чалаян в 2010. В рассмотренных проектах виден тот факт, что легкость и компактность встраиваемых светодиодов и микроконтроллером позволяет дизайнерам, не нарушая эстетических свойств, создавать высокохудожественные проекты. Развитие технологий в области электронного текстиля позволяет встраивать миниатюрную технику даже в повседневный костюм. Перед собой вы видите цитату Франчески Розелла. Как раз-таки ее творчество было на предыдущем слайде. Она говорит о том, что за такой одеждой будущее и, возможно, даже мы каким-то образом спасем экологию, современному человеку не нужно будет покупать большое количество предметов костюма с разными узорами, и, значит, можно будет меньше производить одежды. Такая вот цитата Франчески Розеллы. Далее рассмотрим еще один вид электронного текстиля. Это оптическое волокно. Хочется отметить, что это нить из оптически прозрачного материала. Это может быть стекло или пластик, который используется для переноса света внутри себя. Здесь собраны разные примеры, как оптическое волокно применяется в разных отраслях. Она применяется в дизайне костюма, в светодизайне, в интерьере. И, конечно же, стоит рассказать про лидеров, которые занимаются в этой индустрии. Это компания LumiGram. Она продемонстрировала возможности световолоконных тканей в различных сферах. Но мы поговорим больше о дизайне костюма. И перед собой вы видите также творчество различных дизайнеров совместно с компанией LumiGram. Много очень подобного рода предметов костюма можно увидеть на MadGala. Перед собой вы видите несколько примеров, где применяется данная техника. Оптоволокно вшито. Вы видите перед собой светящиеся платья. Они мерцают и регулируются при помощи Bluetooth-мобильного телефона. Вот еще один пример. Это дизайнер Томми Хиллфигер сделал для актрисы Зендаи такое интересное платье. Платье Золушки. Оно не просто меняет цвет, но и имеет какую-то некую игровую составляющую. Сам дизайнер охарактеризовал свое платье как аниматронное кристально-серое шелковое вечернее платье, сконструированное для визуального и физического преобразования силуэта. Журналисты Vogue считают, что Томми Хиллфигер вдохновился на создание этого платья коллекцией Хусейна Чалаяна. Далее я еще про нее расскажу. Перед собой вы видите значимые имена дизайнеров, работающих в данной области. И, конечно, стоит отметить, что работая в таких проектах, здесь очень часто можно встретить содружество дизайнеров, дизайн-студий совместно с компаниями, которые берут на себя технологическую сторону вопроса. Это такие дизайнеры, как Хусейн Чалаян, Франческа Розелла, Барбара Лейн и другие. И, конечно, технологическую сторону вопроса берут на себя компания Philips, Intel, студия XO, Subtela и другие. И, конечно, говоря о данной теме, нельзя не затронуть творчество Хусейна Чалаяна. Перед собой вы видите его коллекцию 111 «Почему я начала с нее?». В этом дефиле дизайнер впервые продемонстрировал взаимодействие визуального искусства и цифровых технологий. Перед собой вы видите платье-трансформеры, которые во время показа меняли свою форму и иллюстрировали, как менялся костюм в связи с политическими и социальными событиями в течение 111 лет. Микрочипы и аниматроника преобразовывало платья из викторианских в современные. Ну и здесь уже ближе к тому, что я говорила касательно электронного текстиля, нестандартных светящихся тканей, платьев, экранов. Перед собой вы видите еще одно творение Хусейна Чалаяна. В принципе, в этом блоке я хотела бы в качестве такого вводного слова рассказать именно про дизайнеров, про проекты, не углубляясь сильно в какие-то технические моменты, просто показать возможности данных технологий. Также еще один проект Хусейна Чалаяна. Это платье сделано совместно с компанией Сваровских. И здесь очень интересный эффект. Лазеры и диоды, которые встроены в одежду с помощью латунных петель и кристаллов, создают мистическую иллюзию, основанную на оптическом взаимодействии световых лучей и блестящих граней. Динамическая световая игра лучей, кристаллов и морфологические трансформации производили поистине беспрецедентное эстетическое впечатление. Даже на слайде можно увидеть, насколько это интересно. И здесь, конечно, это уже переходит за грани просто костюма. А именно здесь мы видим шоу, здесь мы видим концептуальный подход, который дизайнеры, в принципе, придерживаются в своем творчестве. Ну и далее я вам расскажу еще про одну студию интересную. Возглавляет ее Франческа Розелла и Райан Гейт. Студия называется CuteCoreCute. Вот на данном слайде вы видите различные предметы одежды, которые сочетают в себе цифровую электронику, электронный текстиль. Здесь также есть и датчики, и сенсоры. Видно, что это не только платье. Почему-то на предыдущих слайдах мы видели в основном платье. Здесь уже будут у этой студии и юбки, и платки, и умные рубашки. В общем-то, много очень интересного. И коротко я вам расскажу про эти проекты. Здесь я вам расскажу шесть самых интересных для меня проектов, которые я выделила. Конечно, у них очень много всего. И перед собой вы видите кинетическое платье. Оно меняет орнамент в зависимости от движения и настроения человека. Еще один интересный девайс, можно так его назвать, это обнимающая рубашка. Она воздает ощущение прикосновения тепла и эмоций от объятий. Она позволяет передавать и получать объятия на расстоянии. Все дело в интегрированной системе датчиков, которые замеряют показания температуры тела, сердцебиения и силы нажатия. Затем при помощи специальных приводов эти данные воссоздаются в виде ощущений прикосновения тепла на аналогичной рубашке близкого человека. Работает обнимающая рубашка через Bluetooth. Она была отмечена как одно из лучших изобретений года по версии журнала Time. И в 2006 году была удостоена. И других наград очень много про данный девайс говорили. Он, конечно, не остался незамеченным. Далее перед собой вы увидите еще один проект. Похожее платье было на Катипери. Я вам показывала в самом начале. Это платье со светодиодами. Очень хорошо здесь видно, как эти светодиоды располагаются. Много на этом проекте останавливаться не буду. Давайте лучше расскажу вам про футболку. Это также творчество студии, про которую мы сейчас говорим. Это программированная футболка с LED-матрицей. В нее встроен экран. Он способен воспроизводить изображение, видеотекст, делать фотоснимки. Также он контактирует и передает данные при помощи телефона. Такой очень интересный девайс. Сделан он был достаточно давно, в 2012 году. И сейчас мы наблюдаем тенденции, что данные футболки уже потихонечку внедряются в массовое производство. Можно их встретить. Также перед собой вы видите следующий проект. Это говорящая платье или твиттер-платье на певице Николь Шерзингер. В 2010 году она появилась в нем и, конечно же, надела очень много шума. Это платье привлекло к себе внимание. Что в нем интересного? Конечно, сам подход. Компьютер, который коммуницирует с телефоном, около 2000 светодиодов, которые в режиме реального времени передают текстовые сообщения, которые пользователи публиковали в Твиттер. Платье публиковало не просто любые сообщения, а сообщения с заданным хэштегом, а именно Твиттер-платье, Твиттер-дресс. Галактическое платье, про него мы уже говорили, когда я в самом начале выступления говорила про технологию OLED-диодов, которые встраиваются в текстиль. Это настоящее платье-дисплей, которое поражает своим масштабом. Здесь 24 тысячи полноцветных светоизучающих диодов, электросхемы, которые вплетены в текстиль. Они настолько тонкие и гибкие, что особенно ничем не отличаются от шёлка, который их покрывает. Шёлк нужно для того, чтобы немножко рассеивать свет диодов. Платье получилось очень лёгкое, элегантное, струящееся. Галактическое платье является одним из центральных экспонатов в выставке, посвящённой инновации. Компания показала, что технологии и мода вполне могут сосуществовать друг с другом и ужиться в одном наряде. Они могут друг друга дополнять, и получаются совершенно удивительные вещи. В целом хочу отметить, что существование данных примеров позволяет говорить о тесной взаимосвязи эмоционально-психологической функции костюма и цифровой составляющей. Более того, существуют примеры, когда одежда посредством колористических решений и колористических изменений транслирует даже изменения настроения носителя. Есть примеры, я вам их обязательно покажу. Перед собой вы видите пример студии Philips Design. Это платье-пузырь. Как раз-таки данное платье отражает эмоции своего владельца. Оно свидетельствует о его настроении. Ну и, конечно же, здесь невозможно не заметить миниатюрность техники, которая обеспечивает очень изящный эффект. Тонкое прозрачное полотно, которое покрывает диоды, помогает свету мягко проникать и создает такой эффект загадочности. На сегодняшний день, как я уже отмечала ранее, технологии, цифровые технологии, электронный текстиль, он отмечается и в повседневной жизни. Здесь, конечно, представлены по большей части предметы с модных показов. Они сейчас являются экспонатами выставок различных, находятся в музеях. Но, тем не менее, далее будут примеры уже проектов, которые выпущены в жизнь, и их можно встретить и в массовом производстве. Ну вот перед вами еще один пример. Это тандем индийских дизайнеров. Их зовут Панкаджа и Нитхи. Почему я добавила этот пример? Хотелось бы показать, что во всем мире дизайнеры трудятся в данном направлении. В разных точках земного шара получаются такие вот интересные проекты. И перейдем к следующему не менее интересному решению. Это дизайнер Инг Гао. Эта работа достаточно провокационная. Она создана при помощи фотолюминесцентных нитей, пластика, ткани, суперорганзы. Здесь дизайнер проводит некую игру со светом. И здесь уже мы не просто видим свечение костюма, свечение платья. Оно меняется под влиянием взгляда. Оно активизируется и начинает светиться, если на него кто-то смотрит. Очень интересно творчество Инг Гао тем, что она не просто работает со светом, но и со звуком. И перед собой вы видите кинетическое платье, которое ощетинивается. Хочется рассказать про то, как оно сделано. Здесь есть проводящие нити, шпильки, электронные различные девайсы, металлические элементы реагируют на шум окружающего мира и, соответственно, реагируют на него, активизируясь благодаря человека. Здесь мы тоже видим некую коммуникацию. Очень интересно, что изначально предназначение было несколько иное. Оно было как средство самозащиты, по крайней мере, так затеивалось дизайнерами. Но, конечно, сейчас уже данное платье воспринимается совсем по-другому и больше оно работает как некое эстетическое дополнение. В своих работах с инновационными материалами данный дизайнер, которого вы видите перед собой, его работа, это Барбара Лейн. Она работает с инновационными материалами, детально прорабатывая каждую электрическую деталь, каждый момент, который обшивается также разными способами. И перед вами проект Карен Калама. Это платье с сенсорной панелью, где также есть микроконтроллеры, датчики. Они при помощи Bluetooth также могут передавать свои сообщения. Сообщения могут передаваться в режиме реального времени. И что очень интересно, что здесь затрагивается образная, эмоциональная выразительность и какая-то персонализация. Ты можешь что-то написать на своей футболке, на платье, и окружающие это увидят и считают. И ты можешь создавать какие-то свои индивидуальные сообщения или узоры. Это очень здорово. И даже мне кажется, что это очень актуально и отвечает условиям жизни, современным нормам поведения. Перед собой видите еще один проект. Это свитер настроения. Также сделан при поддержке Барбары Лейн. Очень интересный проект, как раз таки, который можно приобрести. Он в принципе доступен в массовом производстве. Его можно купить. Свитер реагирует на настроение. У свитера есть датчик, который реагирует, считывает различные кожно-гильванические рефлексы, что-то в духе фитнес-браслета и передает сигналы на капюшон своего свитера. И можно увидеть, в каком настроении находится человек. Ну, хочется коротко подытожить. Цифровые технологии, безусловно, позволяют обрести удобные как с точки зрения практичности, так и с эстетической точки зрения свойства внешнего облика. Очевидным предоставляется и тот факт, что основные функции костюма успешно реализуются с помощью электронных решений. Многообразие эстетических вариаций в сочетании с утилитарными качествами и семиотической нагрузкой дают возможность создать костюм нового поколения, вписывающегося в современную культурную канву. Ну, и в заключении хочется еще сказать, что феномен цифровых технологий, он не только заключается в различных датчиках, в сенсорах, и можно увидеть в творчестве дизайнеров некое цитирование технологических инноваций. Оно заключается в принтах, в формах, которые можно видеть у различных дизайнеров. К этой художественной концепции обращались такие дизайнеры, как Пакара Ван, Пьер Карден, Сейми Яки, Хусейн Чалаян, Айрис Фоднах Хёбберн. И коротко покажу вам проекты, как раз такие, которые отражают вот эти вот технологические инновации. Это с какой-то точки зрения можно считать цитированием. Конечно, цитирование вот этих вот информационных технологий прежде всего на это повлиял интернет, на создание данных художественных приемов. И дизайнеры, конечно, к ним обращаются. Вот один из примеров. Перед собой вы видите образцы, узоров, которые цитируют такое явление, как глич-арт. Кто-то обращается к глич-арту, кто-то в своих проектах используют голограммы, битые пиксели, искривленные линии, какие-то пестрые цвета и мигающие картинки. И очень важно было для меня показать данный проект. Здесь вы видите на первой картинке это узор Эли Кишимото, созданный в 1996 году. Данный узор послужил, им вдохновился Хусейн Чалаян. Сначала он создал платье с таким узором в 2D, можно так сказать, а потом уже сделал свое цифровое видеоплатье, которое светится так же, как и узор, сделанный в 1996 году. Еще несколько примеров. Вы видите в коллекции Живанши. На данной коллекции работал дизайнер Александр Маквин. Это тоже один из примеров цитирования технологических инноваций. Коллекция посвящена быстро развивающейся сфере носимых технологий. И на данном слайде изображен комбинезон с узором, с микросхемами, напечатанный фотоалюминесцентными чернилами. Такой узор также можно считать репликой научно-фантастических фильмов того времени. Ну и пару экспериментов с формой можно увидеть в примерах в коллекциях костюмов дизайнера Айрис Иван Хёвберн. Также она обращается к эстетике цифрового искусства, к эстетике цифровых технологий. Вот еще пару примеров. Ну и подытожив, хотелось бы сказать, что обращение дизайнеров к искусству аналоговых компьютерных ошибок это символ трансгрессии сознания людей, переход к восприятию себя и машин как осознание красоты цифрового кода и технологии. Хотелось бы поблагодарить вас за внимание. хотелось бы отметить, что данная тема она имеет, она просто безгранична, очень много можно про нее говорить, про какие-то технологические аспекты. Я же сегодня рассказала очень коротко, затронула основные моменты, показала, какие есть интересные работы, какие дизайнеры, какие студии брались за такие интересные инновационные проекты. Спасибо большое. Передаю слово Риме Александровне. Спасибо большое. Мы очень благодарны за возможность выступить. И в целом Англина очень хорошо отметила о вот этой гуманистической составляющей, которая выступает в тесном союзе с новыми технологиями. И дизайн костюма, сфера модной индустрии, как одна из наиболее ярких, наиболее приятных и любимых современным обществом, конечно, в данном случае позволяет очень хорошо проиллюстрировать указанный сюжет. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok